Как вы относитесь к смерти? Нормально. Отношусь к смерти. Знаете, чего я боялась? Нет, вскрытий. Просто голый, да, человек? Ну, конечно. А органы всегда вытаскиваете? Остановилось же какому-нибудь студенту плохо. Весёлые санитары, которые любили пугать студентов, поднять руку. Мёртвого, да, человека? Какому-то студенту стало плохо? Его выносили или как, давали тазик, говорит, всё, давай. Вот мы, жители большого города, имеем лёгкие, фактически, курильщика. Очень обидно. Это Ньюс.ру и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о такой интересной профессии, как врач-патолога-анатом. И у нас в гостях директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета, врач-патолога-анатом Татьяна Демура. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Татьяна Александровна, я знаю, что у вас династия врачей. Вот скажите, почему вы выбрали именно такую профессию, врач-патолога-анатом? Не можно шутить? Да, конечно. У меня не было выхода. Вас заставили? Меня заставили, меня втянули с самого детства, меня втягивали в медицину, в науку, и мне было страшно интересно. И, естественно, я ходила к маме на работу, я видела всю эту красоту, музей, стекла, препараты, микроскопы. И, естественно, я умела уже, я не знаю, с пеленок работать с микроскопом. Ну и смотрела препараты, ничего там не понимая, видела красоту. Но это меня пленило. Поступила в медицинский университет, тогда это была Московская медицинская академия имени Сеченова, и мне всё нравилось. Ну и, в общем, шестой курс. Надо выбирать. Я так смотрю на дерматологов, на гастроэнтерологов. В общем-то, можно было пойти в клиническую ординатуру, но сердце моё лежало к патологической анатомии. Знаете, чего я боялась? Нет, вскрытий. Я боялась вскрытий. Я очень боялась, что я там, как же так, вот я приду, как я там что сделаю. Это единственное, что меня останавливало. Страх я переборола, и такое маленькое отступление. Почему патологическая анатомия? Никогда не забуду, на практике в медицинском классе мы ходили в больницу. Там лежали тяжёлые достаточно пациенты с патологией лёгких. Мы ходили там в течение нескольких месяцев, так скажем, еженедельно к одной и той же пациентке. И в какой-то момент её не было в палате. Оказалось, что её не стало. И, конечно, для меня это было, конечно, ужасное потрясение, что вот такое бывает. И, наверное, в этот момент как-то я тоже поняла, что, наверное, надо стоять в другую сторону пациента. Потому как очень сильно сопереживала и очень тяжело восприняла уход из жизни пациента. Что самое неприятное в вашей профессии? Что вам не нравится? Что вас раздражает? Есть такое? Или, в принципе, вы любите её от и до? Ну вот я начала говорить, что я очень боялась скрытий. Оказалось, что это совсем не неприятно и не страшно. Надо просто делать своё дело. Не могу сказать, что меня что-то раздражает в профессии. Мне действительно всё нравится от и до. Понимаете, главное, как относиться к этому. Потом в любой медицинской профессии есть неприятные моменты. Всё делает отношение к этим моментам. А вам нравится больше исследовать материал либо вскрывать? Мне, безусловно, нравится биопсийная работа. Это очень интересно. И это всегда какая-то интересная детективная история. Но и вскрытие – это всегда интереснейшая детективная история. Это очень интересно. И главное, вскрытие – это совершенно уникальный метод исследования, которым владеет только патологоанатом. Когда ты видишь целиком болезнь от и до. Мы учим студентов, предположим, гипертоническая болезнь, повышение давления выше 140 на 90, систематическое повышение давления. На вскрытие ты же не проверишь никаким образом давление у пациента. Ну, по истории болезни, естественно, мы это увидим. Но мы же увидим морфологические изменения во внутренних органах, которые спровоцированы этим высоким давлением. И это так интересно. И ты видишь изменение сердца, гипертрофия миокарда. И ты видишь атеросклероз, аорты. И ты ещё видишь изменение почек. Это так называемый атериолосклеротический нефросклероз. Ну, специалисты меня поймут. Очень красиво, но ничего не понятно. Ничего не понятно, да. Я думаю, что студенты должны понять о моей. Но сейчас его становится, этого исследования всё меньше. А почему? Зачастую мы видим отказы от вскрытия. Хотя по закону те пациенты, которые скончались в клинике, их обязательно надо вскрывать. И мы видим, что зачастую отказ от вскрытия, он спровоцирован религиозным отношением, так скажем. Ну, родственники вправе это сделать. Как вы относитесь к таким отказам? Спокойно или всё-таки считаете, что необходимо всегда вскрывать? Ну, вы знаете, я к этому отношусь спокойно. Скажите, сколько вообще длится вскрытие по времени? Это долгий процесс, 20 минут, час. Вы знаете, это... Нет, ну 20 минут вряд ли. Ну, я не знаю, может быть, я просто никогда этим не занималась. Ну и слава богу, у вас другая специальность. Этим должны заниматься специально обученные люди, специалисты, профессионалы. Всё зависит от того, каков диагноз, что исследуется. В 2006 году я была на стажировке в Германии, в Марбурге, в Филипс-Университет города Марбург, и там у меня была практика в клинике Ландсберг. Там практически не бывает вскрытий, потому что там, ну, я не знаю, не умирает пациент, наверное, поэтому... И вот мне повезло. Было вскрытие. В 8 утра мы стояли в секционной, вскрывали интерны, так называемые. То есть это вот студенты последнего курса медицинского факультета. В 12 часов, в 12, в 8-12 они закончили только изъятие органов. Они только достали органы из тела. 4 часа. Дальше органы под контролем уже пригласили всех врачей, всех специальностей, которые лечили этого пациента. И уже профессора, патологи вскрывали органы. Это длилось ещё часа два. Понятное дело, когда у врача-патолого-анатома поток вскрытий, то тут надо не закапываться в детали. Надо сделать всё технично, аккуратно, взять все ткани на гистологическое исследование. В принципе, классически, что я вижу, это час где-то. А органы всегда вытаскиваете при вскрытии? Глупые вопросы, да? Всё зависит от ситуации, я так отвечу. В принципе, органы комплексы мы всегда извлекаем. Извлекаете. Исследуем. Исследуете. Измеряете линейкой, да? Взвешиваем, вы не поверите. А потом это всё даже записываете. Обязательно. Ну что вы, конечно. Это же такой же протокол, где всё это фигурирует. Если на вскрытие лёгкие курильщика и некурильщика, они отличаются? Ответ абсолютно разный. Ну, смотрите, вот мы, жители большого города, имеем лёгкие, фактически, курильщика. Очень обидно. Досадно. Да, так что вот, к сожалению. То есть человек, который курит пачку в день, ну, может быть, там, хорошо пачку в неделю. У него такие же лёгкие, как вот у меня. Нет, ну, на самом деле это по цвету, да. То есть, как бы тут речь идёт о том, что уголь попадает в лёгочную ткань, и от этого лёгкие становятся такого цвета с чёрным оттенком. Но у курильщиков, у них ещё обычно хронический бронхит курильщиков. Это тоже имеет свои особенности. И, конечно же, у человека, у которого нет хронического бронхита. Вот отличие. Это будет заметно. Тут узнала, что, оказывается, в морге трупы не лежат накрытые простынями. Это всё происки киношников. И что на самом деле это всё не так. Это правда? Ну, конечно. То есть они просто голые, да, человек? Ну, понимаете, глупые вопросы. Нет, подождите. Нет, ну, есть специальные хранилища, это холодильники, где уже они располагаются. Это такое огромное хранилище, где несколько помещается человек. Угу. Огромные холодильники с секциями. Ну, вот вы фильмы посмотрите, когда... А вот в фильмах в основном показывают труп на тележке, и всё. И мужчина в палате. Это процесс перевозки, это процесс доставки. Как вы относитесь к смерти? Нормально отношусь к смерти. Стали её бояться? Нет, нет-нет-нет, ни в коем случае. Я думаю, что любой врач относится к этому достаточно философски. Ты понимаешь, что это неизбежный финал жизни. Просто хочется, чтобы это было подальше. С профессиональной точки зрения я к этому отношусь. Ну, как к свершившейся факт, как патологоанатом необходимо разобраться в причине развития смерти. Профдеформация. Какая она у патологоанатомов? Ну, наверное, как у всех врачей, некоторое циничное отношение должно появиться к жизни, к себе, к окружающим. А как это выражается? Ну, вот именно, чтобы не относиться тяжело к смерти, к каким-то серьёзным болезням, не переносить это на себя. То есть надо как-то так посмеяться над чем-то, ни в коем случае не над пациентом. Ну, вот вообще. Обычно врачи — это очень весёлые люди. Патологоанатомы тем более. Да, кстати, вот я слышала, что патологоанатомы и судмедэксперты, юмористы страшные. Ну, видимо, надо всегда разбавлять обстановку какими-то шутками уместными. А у вас есть какие-то шутки в вашем отделении, какие-нибудь интересные? Ну, вот моя любимая шутка, что не бывает неинтересных вскрытий, бывают неинтересные патологоанатомы. Патологоанатомы. Любое вскрытие, оно всегда интересно. Конечно, это всегда расследование. Говорят, что в патологоанатомы идут интроверты, люди, которые любят тишину, покой, что в этой профессии тебя никто не беспокоит. Ты минимально общаешься с людьми. Это правда? Действительно, есть особенности этой специальности. И вот то, с чего мы начали, да, прозектура, аутопсия, вскрытие. Там тишина, спокойствие. И санитары, которые там работают, тоже достаточно могут быть интровертами и так далее. Что касается моих коллег, ну, таких практически нет. Потом поймите, я же не патологоанатом в городской больнице. Я патологоанатом, который работает в университете. У нас огромная нагрузка по образованию, у нас студенты. Научная работа – это исследование, это может быть и исследование на животных, это, может быть, клинические исследования, это ткань от пациентов мы смотрим. То есть у нас такой постоянный драйв, у нас так нескучно. И плюс ко всему, если ты интроверт, то ты со студентами, ты не найдёшь общий язык. Тебе надо уметь говорить, уметь к себе расположить. Вот работа в прозектуре – это работа патологоанатома, ну, наверное, даже врача патологоанатома, даже в городской больнице, ну, может быть, процентов 15-20 его работы. Основная часть – это работа с тканями от живых пациентов. Это операционный материал, то, что во время операции удаляется. Мы исследуем, смотрим и ставим диагнозы в зависимости от того, что мы увидим в этом органе, в этой ткани. И когда берётся биопсия у пациента, также мы исследуем и смотрим этот материал. И это уже живые люди. А ещё к нам приходят вот эти самые люди с уже готовыми препаратами на консультацию. И так как у нас не такое огромное количество врачей, но у нас совершенно уникальные специалисты разных направленностей. К нам действительно идёт постоянный поток пациентов. И плюс ко всему у нас открыт федеральный референс-центр гистологической и моногистохимической диагностики. И таких центров сейчас по России, если я не ошибаюсь, 18, и один открыт в Сеченском университете. Почему патологоанатом – это врач? Потому что патологоанатом – полноправный участник диагностического процесса. Поэтому ему нужна вся документация медицинская по пациенту, помимо кусочка ткани, который можно увидеть под микроскопом. И он ставит диагноз, основываясь зачастую не только на том, что он видит в ткани, но и на клиническое обследование. Это КТ или рентгенологическое обследование. И это биопсия, данные биопсии. И вот именно анализ трёх этих исследований даёт возможность правильно поставить диагноз. Отсюда уже лечение. Патологоанатом может ошибиться, я так понимаю, потому что молодой специалист окончил ординатуру. Если, допустим, мы сдали биопсию, нехороший какой-то диагноз, вы посоветуете пересдавать заново у другого врача в другой клинике? Смотрите, тут надо определиться с терминологией. Сдать биопсию – это когда у пациента забирают кусочек ткани. Да. Дальше эту ткань исследуют патологоанатом. Да. Мы опускаем, безусловно, весь процесс пробоподготовки, где работает просто огромное количество лаборантов на специальном оборудовании и изготавливают этот микропрепарат. Далее патологоанатом смотрит. Смотрите, дело всё в том, что если кусок ткани взят из нужной области, врач не промахнулся, то, скорее всего, можно поставить правильно диагноз. Врач-патологоанатом ставит диагноз, отдаёт диагноз пациенту либо врачу, и далее и врач, и пациент вправе получить второе мнение. Вот за этим и работают референс-центры. Либо не через референс-центр, а просто пойти самотёком куда-то в другое место. Если врач не уверен в диагнозе, он сам проконсультирует у коллеги. Это может быть на территории одного института, как у нас. Либо он возьмёт эти препараты и поедет, например, к другому патологоанатому, к главному патологоанатому в России или отправит скан этого препарата коллеги в другой город, в другую страну. Плюс ко всему, если врач-патологоанатом не уверен, у нас существует дополнительный метод доисследования. Всегда мы можем сделать иммуногистохимию. Этот метод позволяет нам увидеть определённые маркёры в ткани. Если после иммуногистохимического исследования, после консультации, после консилиумов, которые устраивают сами врачи, опять остаётся вопрос открыт, то, понятно, в заключении можно так и написать, что дифференциальный диагноз проводился между тем-то, 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 тем-то. Но необходимы какие-то дополнительные методы исследования, которые могут быть даже не морфологические. Но если кусочек ткани было невозможно по-другому его взять, то есть надо всегда думать, что врач не так всё сделал. Нет, просто это может быть невозможно по-другому взять. То тогда врач-патолого-анатом пишет, что материал не информативен. Например, ему присылают материал, что это фрагмент опухоли, а он видит там только соединительную ткань. Он тогда пишет, что рекомендуется повторить исследование. На самом деле, сложность диагностики в онкологии как раз-таки в том, чтобы определить, это ещё не рак или это уже рак. Долго этому учиться, чтобы уметь вот так точно определять? Вы знаете, мы же учимся всю жизнь, на самом деле. И, наверное, хорош тот патолого-анатом, который не стесняется этого, который не стесняется консультировать свои препараты. Просто, к сожалению, не всегда есть рядом патолого-анатом, с кем можно проконсультировать. У нас, например, один выпускник, он вообще один работает в огромной больнице. В другом городе? Ну да, да. Но недалеко от Москвы. И он консультируется, он консультируется с нами, он нам присылает. Там у нас есть такой чат в WhatsApp. Чат в WhatsApp элементарно. Он фотографирует, присылает, и нашу корифею дают советы о том, что это, как это, какие дополнительные исследования. Там есть люди из других стран. Ну, в общем, у нас такой онлайн-консультант интересный. Вы работаете с пациентами, которые умерли дома либо в больнице. Ну, допустим, мужчина упал дома, якобы у него инфаркт, подозрение. И вот вы проводите вскрытие, и понимаете, тут что-то не так. Или это не... Вот объясните. Это уже не наша прерогатива, это судмедэксперты. Нет, если вы понимаете, что что-то не так, то вы или как... Нет, если смерть дома, это судмедэксперты. Всегда, да? Ну, в основном да. Если только пациент не наблюдался в поликлинике за последние недели, и у него нет готового диагноза, это называется домашняя смерть тогда, которую действительно может вскрывать патологоанатом. То есть вы вскрываете в больнице, либо если человек посещал больницу в ближайшие недели. Да, да-да-да. Но, честно говоря, наша конкретная прерогатива, она вскрывает только пациентов из больницы. Мы не занимаемся домашними вскрытиями, потому что, если что-то не так, надо вызывать судмедэксперта. Вообще, всегда, если что-то не так, надо останавливать вскрытие и вызывать судмедэксперта. И тогда судмедэксперт, да, провозит... Да, ну, потому что у судмедэкспертов другие методики, другие технологии, так скажем, обязательно берётся анализ на токсины, ну, и многое другое. Вы как-то сказали, что хирурги и патологоанатомы это лучшие друзья. Почему? Ну, потому что мы должны друг другу очень хорошо понимать. Если идёт, например, операция, и во время операции хирург находит какое-то образование, и он посылает этот фрагмент патологоанатому на срочное гистологическое исследование, тут мы должны настолько хорошо друг друга понять, откуда это образование, что это, как это, какой, может быть, нюанс анамнеза пациента. Дав ответ хирургу, хирург уже дальше продолжает операцию. Он удаляет это образование целиком, так скажем, в пределах этого образования, в пределах органа, либо он удаляет целиком орган. То есть тут очень много зависит от коммуникации между хирургом и патологоанатом. Конечно, я опускаю тот момент, что все должны быть профессионалами, мы должны ещё разговаривать на профессиональном уровне очень хорошо. Хирурги отправляют нам материал, который мы в дальнейшем исследуем. Далее мы ставим диагноз, заключение. Часто удаляется уже орган с известной патологией. Если это онкология, это может быть орган после химиотерапии. И дальше мы оцениваем вот тот самый лекарственный патоморфоз, насколько химиотерапия подействовала. На эту опухоль не подействовала. В дальнейшем от нашего ответа будет зависеть, опять же, лечение этого пациента. Ну, тут, знаете, надо расширить. Все врачи должны очень хорошо взаимодействовать. Не только патологоанатом и хирург. Но если случается вскрытие, конечно же, лечащий врач, который приходит на вскрытие, он очень переживает. Потому что от того, что убить патологоанатом, зависит диагноз и зависит то, правильно ли он делал, или где-то что-то надо было немножко изменить. Я сама очень переживаю. Когда сдаю биопсию какого-нибудь органа, я тоже думаю, господи, вы... Нет, ну, конечно. Поль бы. Вы знаете, если речь идёт о том, что мы пациенты, это вообще другая история. Вот у меня маленькие дети, и если мне надо пойти с ними к врачу, у меня абсолютно отключается мой мозг, вот та часть, где все данные из медицины. Абсолютно. Поэтому ни в коем случае на пациентов никогда не держите никто обиду. Пациент – это пациент. Я недавно прочитала книгу Татьяны Хитровой «Патологоанатома. Твой последний врач. Чему мёртвый учит живых?» И вот хотел несколько вопросов вам задать на основе этой книги. Вот она пишет. Ответственность у патологоанатома колоссальная. У каждого врача своё кладбище. И патологи – не исключение. Вы согласны? Ну, конечно, ответственность у врача патологоанатома колоссальная, потому что мы ставим диагнозы живым людям. И на основании этих диагнозов врачи уже начинают лечение. Что касается, например, онкологических пациентов, надо не просто типировать опухоль, посмотреть, какие у неё есть, так скажем, рецепторы, на которые дальше возможно воздействовать химиопрепаратами и одевантной химиотерапией. В общем-то, здесь огромная ответственность врача патологоанатома. Что касается кладбища, это, конечно, такой спорный вопрос. Но что врач-патологоанатом – это врач, который несёт ответственность за свой диагноз, это однозначно. От диагноза зависит очень много. Конечно, от диагноза зависит лечение. Если мы опять возвращаемся к вскрытиям, от диагноза зависит то, насколько хорошо будут диагностировать эту сложную болезнь у других живых людей в следующий раз. Всё зависит от диагноза. Я отношусь к своему микроскопу почти как к другу, который мне помогает выявить, что стало причиной обращения к нам. Вы также микроскоп свой любите? Ну, конечно. Ему надо холить или леять. Это же твои глаза. Без него ты ничего не сможешь увидеть. А у вас какой-то есть ритуал? Не знаю, протираете его каждый раз? Конечно, микроскоп протирается, оптика. Обязательно должен быть выключен, когда ты выходишь. Потому что если ты его забываешь выключить, нужно вернуться и это сделать, чтобы там ничего не перегорело. Бережно относимся к своим микроскопам. А сколько микроскопов вы меняете? Вот там, не знаю, в год? Либо в пять лет? Интересно. Или их у вас несколько? Как вообще? Нет, это не как перчатки. Да вы что? Во-первых, это очень дорогая история. В принципе. Вот у меня микроскоп стоит на протяжении... Ну, с 15-го года. Как я пришла на кафедру, так у меня стоит микроскоп этот самый. Но я вам ещё что расскажу интересное. Давайте. Сейчас идёт уход от такой традиционной микроскопии в сторону цифровой микроскопии. Существуют микроскопы-сканеры, в которые загружаются стеклопрепараты, и они сканируются и выгружаются в определённую базу данных, в каталог. И дальше уже врач-патолого-анатом не имеет микроскоп, а заходит в свой личный кабинет, в свой аккаунт, и открывает на компьютере скан микропрепарата. И это, на самом деле, очень удобно, потому что ты можешь этот скан тут же кому-то послать. Если эта система ещё связана с лабораторией, ты видишь, что это опухоль, и тебе нужна дополнительная диагностика, ты сразу в программе пишешь, что тебе нужны дополнительные такие-то маркёры, и сразу лаборатория это получает и это делает. Более того, если это ещё спаяно с иммуногистастейнером, это тоже такая машина, которая сама всё раскапывает, делает иммуногистохимию, то тогда процесс вот этой диагностики очень ускоряется. Потому что сейчас у нас как происходит, ну, в общем, такая классическая история, лаборанты готовят микропрепараты, и затем эти микропрепараты несут или врач-патолого-анатом их сам забирает и уже смотрит под микроскопом. Ну, в общем... Очень удобно, да? Это, конечно, удобно, да. Татьяна Хитрова пишет. Я никогда не видела ничего более красивого, чем различные патологии под микроскопом. Насколько уродливыми бывают болезни снаружи, настолько же они и прекрасны внутри. У меня немножко другое мнение на этот счёт. На мой взгляд, как раз-таки здоровая ткань, она красива. Как только появляется что-то некрасивое, значит, появляется какая-то патология. И вот если мы посмотрим, например, опухоли, если эта опухоль доброкачественная, она будет такая достаточно гармоничная, аккуратная, да, красивая, я тут соглашусь. А если она злокачественная, она становится несимметричной, некрасивой, и вот какое-то уродство в ней читается. И это говорит о том, что она плохая, злокачественная. А у злокачественной опухоли меняется цвет, оттенок? Меняется. Оттенок ядер, размер ядер становятся такими тёмными, разной формы, разного размера. Могу назвать термины специальные, полиморфные ядра становятся, гиперхромные. Так, ещё следующий вопрос. Татьяна Хитрова пишет, что когда ты врач, то память твоего телефона на 80% состоит из фотографий, анализов и патологий друзей пациентов. Причём некоторые из них ты получаешь даже против своей воли. Ну, это... Да, вы знаете, когда в компании собираются люди, главное не сказать, что ты врач. Но, если ты говоришь, что ты врач-патологоанатом, к тебе не возникает вопросов. Это плюсик. Это плюсик, да. Огромный плюсик. У меня есть подруга-эндокринолог, так она никогда не рассказывает чужим людям, что она эндокринолог, иначе её просто замучают. Особенно в отпуске, говорят, когда ты уехал отдыхать. Да везде. Пришёл на день рождения. Кем ты работаешь? Патологоанатом. А, ладно, всё с тобой понятно, да? Да, 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 да. Это прямо... Боже мой. Я раньше так переживала, объясняла, что вы что? Патологоанатом. Это не только тот, кто с трупами. Что вы думаете? Это тот, кто с биопсиями, за микроскопом, ставит диагнозы. Это совсем другая история. Это так интересно. Ткани такие красивые, так интересно их исследовать. Но дальше я поняла, что достаточно сказать, что ты врач-патологоанатом. Всё, никаких вопросов. Кто-то скажет, а, ну да, от тебя отсядет. Кто-то что-то спросит. Если спросят, можно отвечать. Так просто навязывать свою точку зрения не имеет смысла. А отношение к этой профессии до сих пор все думают, что это мужская профессия? Ну, это надо не у меня спрашивать. Это надо подписчиков. А вам не говорили, что, ой, женщина-патологоанатом? Вы знаете, у меня в институте, по-моему, если я сейчас так, навскидку, по-моему, четыре мужчины или пять мужчин-патологоанатом, остальные женщины. Из ста? Ну, нет, не из ста. Из двадцати, наверное, врачей. Ну, у девушек больше, да? Да, женщин больше. Прям хорошо больше. Татьяна пишет, лучший подарок для любого патологоанатома это подарочный сертификат на сеанс массажа. Спина устает просто адски. Ну, я думаю, что Татьяна много вскрывает. Но она, наоборот, кстати, пишет, что она исследует под микроскопом и от этого у неё болит спина. А, ну тогда, да, за микроскопом, когда много сидишь, то уже затекает шея. Ну, да, рабочее место должно быть очень комфортным, потому что за ним проводят достаточно много времени. Вы бы были рады, если бы вам, кстати, подарили сеанс массажа? Нет, тут моя лучшая подруга подарила сеанс массажа на день рождения. И мне день рождения летом, а сходила на массаж я эдак в ноябре. Но мне было очень приятно, потому что это был такой момент ужасного напряжения. Я так сходила и немножко выдохнула. Давайте пофантазируем. Как вы видите вашу профессию через 30-50 лет? Я думаю, что больше будет цифровых методов. Вот то, о чём я вам рассказывала. Всё будет в основном вот так вот в цифре. При этом останется вот эта лабораторная часть. Микроскопы, наверное, будут постепенно редуцироваться. Конечно, я вижу, что и в прозектуру поменяется, поменяется вскрытие, потому что зачастую мы тоже хотим иметь какие-то дополнительные исследования во время вскрытия. В запрошлом веке, когда исследовали туберкулёз, сделали рентгенологическое исследование на трупах, потому что при туберкулёзе развиваются кальцинаты в лёгких разных местах. И это видно на рентгене, предположим. Мы уже видим изменения прозектур, мы видим совершенно другое оборудование, другие столы. Но ничего пока существенного не произошло в этой области. Пока что, в принципе, всё по старинке. Я вообще призываю студентов-медиков идти в патологическую анатомию. Это очень интересная специальность. Она тебе каждый день открывается по-новому. Всегда какие-то интересные случаи. Это всё-таки, мне кажется, не работа для интровертов. Ты всё равно должен выходить из своего кабинета и общаться либо со своими коллегами, с клиницистами, да с людьми, когда тебе человек приходит. Так что это очень интересная работа. Всегда там можно найти свою нишу. Можно вообще заниматься какой-нибудь там узкой диагностикой. Можно заниматься там. Больше нравится вскрытие, ну окей. То есть можно выбирать, да? Конечно, конечно. То есть я думала, наоборот, как бы ты приходишь, и нельзя выбирать. Вот что дают, то и делаешь. Так с тем и занимаешься. У нас, в принципе, можно выбирать. Если ты один врач-патологонатом на всю больницу, ну извините, ты как бы не выбираешь. Тебе несут всё, что есть. В принципе, универсальных специалистов их практически нету. Каждый специализируется в каком-то своём направлении. У меня направление – это кушерство гинекологии, да? Гинекологическая патология. До этого у меня была гастроэнтерология, ещё тоже направление, которое я так активно исследовала. У нас есть специалисты, которые занимаются, предположим, патологией лёгких, патологией почек, предстательной железы и так далее. Кто-то… Ну то есть можно совмещать, предположим, несколько направлений, но очень сложно быть просто асом во всех направлениях. Что-то выбрать своё есть? Можно выбрать своё, если есть такая возможность. С другой стороны, если ты ищешь работу, и вот ты можешь пойти непосредственно в какой-нибудь центр, где исследуют центральную нервную систему, нервную систему. Безусловно, ты как патологоанатом будешь смотреть, наверное, в первую очередь, опухоли мозга. И ты понимаешь, что если тебе это интересно, тебе надо идти туда. Если ты хочешь гинекологическую патологию изучать и её смотреть, ты пойдёшь в специализированную центр, в больницу, где этим и занимаются. Мне кажется, студентов может останавливать то, что они боятся, может быть, вид мёртвых, вскрытие. Ну вот это была моя боязнь, я вам скажу. Ничего подобного. Когда ты уже становишься патологоанатомом, и ты, прочитав книги о том, как и что должно быть, кстати говоря, вскрытие можно производить достаточно эстетично. Вот без лишних жидкостей. всё будет чисто, патологоанатом будет в чистых перчатках, всё будет аккуратно, всё зависит от патологоанатома. Но если аккуратно делать разрезы, да, вы имеете в виду? Разрезы. Если ты держишь в чистоте место, где ты, стол, на котором ты вырезаешь, потому что есть тело, а есть стол, на котором ты всё это дообследуешь, всегда можно промыть, всегда можно вытереть, то есть всё можно держать в эстетичном виде. Остановилось же какому-то студенту плохо, его выносили или как давали тазик, говорит, всё, давай. Я помню, так было вскрытие, ко мне пришла группа или даже две группы студентов, вот они меня обступили со всех сторон. Какому-то студенту стало плохо, и когда ему стало плохо, его вывели, значит, в соседнюю комнату, и после того, как я услышала, что ему там не очень хорошо, мне самой чуть плохо не стало. Но я тут же собралась, я же под алганатом, мне как надо разрезать вот тут, и всё, я сразу сфокусировалась, отвлеклась, и со мной было всё в порядке. У нас ещё были такие весёлые санитары, которые любили пугать студентов, поднять руку. Мёртвого, да, человека? Поднять ему руку. На моей памяти это было дважды, я, конечно, это очень раскритиковала, больше этого не было. То есть решили, так, сейчас девушка, мы её как припугнём, больше она к нам всегда не вернётся. Ну, в общем, я не думаю, что это то самое, что отпугивает студентов. Я думаю, что отпугивает студентов это деньги. Но есть такие, которые, да, которым это важно. Да, потому что, ну, вроде бы как, считается, что врачи-патологоанатомы, они много не зарабатывают. Врач-патологоанатом может совмещать в нескольких местах и таким образом богатеть, что ли. Ну, да, то есть материально. То есть на самом деле материально, да, совершенно вот это не та история, которую мы помним, может быть, из старых фильмов. Какая-то, понимаешь, заброшенная больница, это врач-патологоанатом, мужчина в каком-то мятом халате. Ну, то есть совершенно образ неправильный. Вот посмотрите на меня, я врач-патологоанатом. Это врач-патологоанатом, понимаете? Интересно. Вот что такое врач-патологоанатом. Если вы придёте к нам в институт на кафедру, вы увидите, какие все прекрасные люди. Интеллигентные. Какие все и весёлые, интеллигентные, начитанные, профессионалы, прилично одетые, понимаете? Скучно не будет. Скучно не будет. Это будет очень интересно, да. Главное, что это штучная специальность. На всю Россию три тысячи патологоанатомов. Ну, может быть, чуть больше. Вы представляете себе? Это просто, это вот столечко. По-моему, вообще ни о чём. На 145 миллионов. Что бы вы посоветовали студентам, которые учатся на врача-патологоанатома? Начну с того, что студенты, они у нас учатся не на врача-патологоанатом, не вообще на врача учатся. Я бы сказала студентам, вы, пожалуйста, учитесь. Пожалуйста, учитесь. Это очень важно. Нам нужны хорошие специалисты. И те лучшие, которые поймут все нюансы специальности патологической анатомии, пожалуйста, приходите к нам. Мы вас с удовольствием научим и покажем всю красоту специальности патологической анатомии. Это очень интересная, эстетичная специальность. Ну, а те счастливцы, которые попадут к нам в университет, к нам в институт, они ещё попадут в прекрасный дворец патологической анатомии. У нас ещё очень красивое здание, потрясающая локация в сердце города. Здорово. Все, все плюшки. Да, 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 все плюшки. Это был наш подкаст «Надо разобраться». И у нас в гостях была врач-патолога анатом Татьяна Демура. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите новые видео. Спасибо огромное, Татьяна. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Да, всё хорошего. Спасибо. Спасибо.